Здравствуйте, это программа Город С и я Елена Чернявская. Сегодня мы наблюдаем изменения читательских приоритетов и отношения к чтению. Особенно это заметно при работе с молодым поколением. Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, нужно находить новые формы и методы работы, и они находятся. Важно отметить также и то, что виртуальное пространство и социальные медиа – это новые открытые площадки для реализации библиотечных проектов. Сегодня Самарские библиотеки имеют собственные веб-страницы, страницы в социальных сетях, блоги, создают краеведческие порталы. О проектах и инновациях в библиотеках я говорю сегодня сыной Александровны Ямщиковой, заведующей отделом проектных технологий СМИПС Самара. Здравствуйте. Добрый день. Проект Михаил Тарковский. Есть в жизни предков древняя свобода. Вот все, о чем я сейчас сказала в начале программы, действительно ли это имеет отношение к современной библиотеке и в том числе, насколько это важный, нужный проект для молодого поколения и для поколения более старшего? Конечно. Это очень важный проект. И спасибо, что вы задали такой вопрос. Во-первых, он позволяет нам научиться по-другому смотреть на литературу. Он позволяет нам посмотреть на художественную литературу не с точки зрения информации, изменения информации, получения информации, а с точки зрения искусства. Ведь художественная литература – это своего рода искусство. И то, что вы перечислили, что новые инновации, новые формы и методы, к таким методам можно отнести и наши конкурсы литературные. Давайте подробнее о них, конечно, поговорим. Но прежде мне хочется спросить, а вот с чего все начиналось? А начиналось все с книги, которая к нам поступила. Это «Замороженное время» Михаила Александровича Тарковского. Мы прочитали этот сборник с коллегами и поняли, что мимо такого нельзя пройти, и что это должно быть достоянием гласности и общественности. И начали мы с группы в социальной сети ВК. Открыли группу, размещали там разные анонсы, цитаты из книги. И потом была длительная переписка с Михаилом Александровичем самим. Отлично, откликнулся? Откликнулся. Итогом у нас стал первый всероссийский литературный онлайн-конкурс «Знакомимся с Михаилом Тарковским». В этом году у нас второй стартовал конкурс. О нем мы уже рассказывали достаточно много. В этом году номинации у нас, в принципе, сохранились. Сейчас уже более 30 работ поступило на конкурс. Так что мы идем в ногу со временем. Но если вы не помните, проект живет уже три года. Скажите, а как удается поддерживать интерес читательской аудитории к этому проекту? Ведь она не только не убывает, а наоборот возрастает. Конечно. Но это конкурс тому, в принципе, и премьер, и также постоянная публикация новостей и жизнями самого Михаила Александровича. Как он сейчас на данный момент живет, какими новостями, какими новыми решениями, какими новыми идеями, открытиями. Потому что, находясь далеко от нас достаточно, да, в Сибирской тайге, он много очень привносит оттуда в свое творчество. Ну вот 2022 год можно назвать, да, годом Тарковских. 90 лет рождения Андрея Тарковского, 115 лет со дня рождения Арсения Тарковского. Скажите, ну вот все-таки в рамках проектов вы будете отмечать эти две даты совместно, отдельно? Или, может быть, какие-то прям специальные проекты будут приурочены вот к этим датам? Да, у нас новый специальный проект, который называется «Тарковские сталкеры в поисках волшебной комнаты». И вот здесь вот хочется остановиться на именно этом месте, волшебная комната, зайти в нее и осмотреться, что же там такое. Дело в том, что литература вед Валентина Курбатов так высказался про великого поэта Арсения Александровича, об великом кинорежиссере Андрея Арсеньевича, о великом прозаике Михаилу Александровичу. Он сказал, что если вспомнить «Сталкера», это, наверное, одну из лучших картин Тарковского, то этим «Сталкером» был и сам Андрей, никак не могущий найти свое место в реальности, все ищущий ту волшебную комнату, где сбываются сны человеческие. Этим «Сталкером» был и Арсений, никак не нашедший свое место в советской поэзии. Этим «Сталкером» остается и Миша. Видно, что-то написано на роду Тарковских такое, что в этом русском мире есть во всякой нашей душе. Мы ищем комнату, в которой сбудется человеческое счастье, и никак не можем найти эту волшебную комнату. И если развивать эту цитату дальше, то мы забываем, как я уже сказала, что художественная литература – это, прежде всего, искусство. А мы воспринимаем ее как с точки зрения потока информации, как источник информационный. И совершенно забываем о целостных переживаниях и о нем как о способе познания, меняющем человека. И Арсений Александрович в своих заметках, в своих интервью, он часто тоже говорил об этом. Он говорит, что наилучшим образом произведение искусства усваивается тогда, когда мы воспринимаем его без упущений. То есть, когда читатель буквально ждет ответного вдохновения от самого произведения, и как будто бы встает на сторону самого писателя в момент создания стихотворения. Именно это и открывается читателю. Именно тогда читатель как бы меняется сам, меняет свой внутренний мир, и тем самым создается настоящий читатель, который встретился со своей книгой. Вы сказали, меняется, читатель, я хочу немножечко остановиться на этой фразе, меняется в момент прочтения, и как вы считаете, вот насколько может произведение изменить личность, поведение, характер человека? Меняется его мировоззрение, скорее всего, меняется как бы что-то такое внутреннее в нем. Ведь когда у нас, когда читатель закрывает книгу и понимает вот этот самый момент, что да, изменилось, да, я что-то понял, что-то открыто, это произошло озарение, какая-то вспышка, вот именно тогда читатель встретился со своей книгой. И именно произведения Тарковских нам это показывают на своем примере. И также Арсений Александрович говорил, что он был читателем с большой буквы, можно сказать, и на вопросы журналиста, что для вас, какие прозаики для вас наиболее актуальны, наиболее интересны, он отвечал, что Достоевский и Толстой. И приводил такой пример. У Толстого рисунок психологически не рожден логикой, а подсказан интуицией. Об Ане, впервые ощутившей неотразимую и пугающую новизну своего чувства Кронскому, Толстой пишет, «Она долго лежала неподвижно с открытыми глазами, блеск которых ей казался, она сама в темноте видела. Казалось бы, нейтральное по первой видимости слово «сама» ошеломляет нас, как мгновенная вспышка молнии в непроглядной грозовой черноте ночного неба». Он же написал и о раненом седоке, сваленном лошадью на зим. Подумал он сам себя, вставая. Какое усилие преодоления, какое напряжение тела и одновременно всего внутреннего существа героя, выраженное этим вроде бы чудным и неуклюжим оборотом, сам себя вставая. Это прямо-таки колдовское силы слова, какое-то кудесничество. Кто из нас так может прочитать данное стихотворение? Кто останавливается на таких словах? И вот все наши проекты СМИПС в принципе об этом. Мы бы хотели, чтобы большинство наших проектов было целью помочь читателю прийти к такому состоянию, когда он становится на одной стороне автор с автором, когда в начале написания произведений, в момент создания именно произведений. То есть вы полагаете, Айна Александровна, что читать и смотреть Тарковских, ну просто жизненно необходимо? Конечно, жизненно необходимо. И Арсений Александрович также очень открыто стоял перед картинами. Он читал буквально все произведения искусства, не только, если мы скажем, допустим, картины или фильмы, но точно так же он читал и художественные произведения. Примеры выше я уже привела из этого отрывка. Также он стоял и перед картинами Винсента Ван Гога, о чем свидетельствует его стихотворение. «Пускай меня простит Винсент Ван Гог». Отрывочек небольшой зачитаю. «Стою себе, а надо мной навис, закрученный, как пламя кипарис. Лимонный крон и темно-голубое без них не стал бы я самим собою. Унизил бы я собственную речь, когда б чужую ношу сбросил с плеч. А эта грубость ангела, с какой он свой мазок роднит с моей строкою, ведет и вас через его зрачок туда, где дышит звездами Ван Гог». И то же самое переживание, вот именно вот это вот бытийное, сопереживание автора в момент создания произведения, мы встречаем и у Андрея Тарковского. Он в своей книге «Запричтленное время» пишет, что художник начинается только тогда, когда он свое непосредственное видение появляется в кадре, в ленте или уже в готовом фильме. И именно это, свое именно видение и делится режиссер в своих фильмах со зрителем. Именно оно становится значимым, и он с ним делится, как самым дорогим переживанием. И Ингмар Бергман вспоминает, какой ошеломляющий эффект на него произвели первые фильмы Андрея Тарковского. Он говорит, «Я вдруг очутился перед дверью в комнату, которая до сих пор не имела ключа, комнату, в которую я лишь мечтал проникнуть, а он там чувствует себя вполне свободно». Точно так же Андрей Тарковский очень тонко прочувствовал произведения художественной литературы. Особенно, конечно же, стихи своего отца Арсения Александровича, которые во многом вошли в его фильмы, и они стали такой площадкой, с которой Андрей Арсеньевич входил в неизведанное свое. Именно опыт переживания бытия, и именно опыт переживания становления рядом с автором, вот этого состояния озарения, и вошли в его фильмах, и стали таким отпечатком, как он сказал, иероглифом своеобразным в его фильмах, в его произведениях. Поэтому, когда мы смотрим, мы ощущаем вот эту очень энергетическую подпитку от его фильмов, и не можем оставаться равнодушным. Вот так вдохновленно рассказываете о Тарковском и о его творчестве, а вот личное ваше знакомство, когда и при каких обстоятельствах состоял с Тарковскими? С Тарковским непосредственно с Михаилом Александровичем мы знакомство состояло сначала, конечно же, по переписке, но нам повезло, в прошлом году он вышел с нами на связь, и мы смогли пообщаться с ним вживую, ну, онлайн, конечно же, непосредственно, но можно сказать, что и вживую. И это было подведение итогов конкурса, и вот в этом году у нас тоже ожидается кинофестиваль, он будет проходить в ноябре месяц, это будет кинофестиваль художественного документального кино, художественное кино, это, конечно же, Андрея Тарковского, а документальный самого Михаила Александровича Тарковского. Вот там будет «Измороженное время» и ряд других фильмов, которые непосредственно под его участием сняты. Поэтому мы надеемся на дальнейшее тоже общение живое вместе с Михаилом Александровичем Тарковским. Ну вот, кстати, в этом году Всероссийский литературный онлайн-конкурс «Знакомимся с Михаилом Тарковским» пройдет во второй раз. И скажите, пожалуйста, что нового ждет участников? Можно ли проанонсировать уже сейчас это событие? Как готовиться, что делать, куда присылать? Да, конечно, конкурс идет с марта месяца, он закончится, прием заявок закончится уже 1 сентября, поэтому желающие, прошу, поторопитесь, присылать их на почту конкурс «Тарковский» собака.яндекс.ру Все работы выкладываются в социальной сети ВКонтакте, в нашей группе. «Знакомимся с Михаилом Тарковским». Желающие могут посмотреть, сейчас достаточно много работ, могут посмотреть и географию. Конкурс, он достаточно обширный, там все регионы Российской Федерации представлены. Так что добро пожаловать. Ну а лично Михаил Александрович будет участвовать в жизни проекта? Да, конечно, он принимает живое участие, он является нашим почетным членом жюри, отсматривает работы, комментирует их, так что его участие, конечно, будет. Ну и на итоговом, как раз на этом фестивале, кинофестивале, мы подведем итоги, и на итоговом совещании он обязательно будет. Ну вот, кстати, такое пристальное внимание к творчеству писателя, скажите, только в Самаре, либо коллеги ваши из других регионов проводят нечто подобное? Проводят. Он сейчас очень активно, как бы, в своем крае, очень активно в различных библиотеках, в различных студиях, дает интервью, поэтому его жизнь литературная достаточно насыщена, достаточно богата, и не только литературная, но и также социальная, потому что он очень трепетно относится к русскому языку, к русскому слову, и здесь, конечно, равных ему в современном мире нету. Он действительно... Гости в восьмую библиотеку, филиал не обещал приехать? Ну, наверное, если приедет, то в Центральную городскую библиотеку имени Крупской, потому что, как бы, относимся именно туда. Вот если приедет, то обязательно мы покажем все наши замечательные библиотеки, восьмую в том числе. Спасибо. Предлагаю перейти к проекту «Фэнтези. Наши мифы и сказки». Отчего-то этому проекту уделяется также неименьшее внимание. Так отчего же? Здесь может быть продолжение нашего рассказа, нашего диалога с вами о Тарковских. Так как же мы читаем художественную литературу? Не разучились ли мы читать художественную литературу? И этот замечательный наш как бы успех вот этого непосредственно проекта может быть в том, что читать фэнтези, как говорят, что эта литература достаточно легкая чтива, можно такое услышать, да, выражение. И вот мы теперь можем посмотреть, а такое уж это легкое чтиво, если благодаря ему происходит замечательное и легко, да, как метод визуализация, и в то же время это такое вкусное, классическое чтение, неторопливое чтение. Вот если мы так посмотрим на фэнтези, то мы поймем, что это именно тот жанр, которому следует приглянуться, присмотреться в рамках как раз непосредственно нахождения такого опыта чтения, как сопереживание именно состояния автора в момент создания произведения. Ну, все-таки, наверное, это больше проект для молодежной аудитории, так ли это? Да, мы рассчитывали, что будет больше молодежи, но к своей радости и счастью убедились в том, что фэнтези интересна абсолютно всем поколениям, принимают участие все, и даже писатели, и журналисты приняли участие в этом конкурсе. Тоже прием заявок у нас до 1 сентября открыт, так что приглашаем всех, будем рады. И вот этот конкурс, он является такой как бы площадкой еще для того, чтобы мы посмотрели по-другому на роль библиотек. Я здесь хотела бы процитировать Надежду Константиновну Крупскую, как неудивительно это. Она говорит, что я думала о том, что может дать библиотека писателю и писатель библиотеки. Каждый писатель заинтересован в том, чтобы его книга читалась как можно большим числом людей. Во-первых, чтобы его книжка попадала к тем, для кого она написана, а во-вторых, если книжка идет просто в продажу, ее покупает тот, у кого есть деньги. Таким образом, она часто не попадает как раз к тем, для кого написана. Читатель случайен. Другое дело, если книга попадает в библиотеку. Одну и ту же книгу читают многие. Библиотека фактически повышает во много раз тираж. У библиотеки есть тысячи возможностей сделать так, чтобы книга попадала именно к тому читателю, который особенно важен писателю. Писатель – естественный друг библиотеки. Вот и следуя заветам Надежды Константиновны Крупской, мы как раз и реализуем непосредственно наш этот проект. По совершенственной случайности участница, одна из участниц нашего конкурса, прочитая его, сделала иллюстрацию книги автора Натальи Мамлеевой. Наталья Мамлеева увидела данный пост и в группе, репостнула его себе. Мы списались, и Наталья Мамлеева попала к нам гостем в проект фэнтези «Наши мифы и сказки». Это вот к слову об активности, да? Читатели, как они могут проявить себя в этом проекте? Конечно. Но ведь не случайно автор зашла к вам, получается, на сайт, да? Ну да, там был хэштег, она просто, скорее всего, отслеживала свое имя или название своих произведений, и вот таким образом получилась такая. Как можно еще поучаствовать в этом проекте? Какие номинации предусмотрены? Номинации «Буктрейлер», номинации «Отзыв» и номинации «Иллюстрация». Вот три номинации, которые мы предлагаем нашим участникам конкурса. Заявки, как я уже говорила, принимаются до 1 сентября. Можно прислать заявку и работу на конкурс «Фэнтези», фэнтези-конкурс «Собака Яндекс.ру». Они также будут вывешены и обязательно опубликованы в группе в социальной сети ВК и на нашем сайте смипс3w.ru и увидите свои работы онлайн. На что, наверное, стоит обратить внимание участникам и как вы мотивируете принимать участие в подобных конкурсах? Я не думаю, что какие-то там очень суперценные призы, но, тем не менее, принимают же участие? Да, это возможно с читателем высказать свое мнение в первую очередь, также пообщаться с автором. А автору, у нас, например, Ирина Солиная выступила в роли участника конкурса, она написала отзыв на книгу другого автора, на его фэнтези, на его произведение, и вот мы с ней тоже списались, и она теперь станет участником нашей группы и будет уже позиционировать и презентовать свое произведение, недолюбленной Ирины Солиной, в ближайшее время выйдет интервью вместе с ней. Также вот у нас в группе было еще одно интервью, очень интересное, с Матильдой Аваланш, это тоже автор фэнтези, и поэтому вот эта вот активность, возможность пообщаться напрямую с автором, возможность и проявить себя, и показать как-то свои способности, возможно, автор оценит и иллюстрации будет их как-то использовать, и в то же время отзывы очень всегда приятны авторам читать, несмотря на то, в какой непосредственно группе они опубликованы, отзывы всегда приятны, а здесь непосредственно акцент делается на это, поэтому это очень важно, вот это соединение, как раз мы являемся такой площадкой, я надеюсь, что мы будем развиваться дальше, чтобы стать такой площадкой для взаимодействия читателей и авторов, авторов и читателей. Вы сказали отзывы читать приятно, но ведь не все отзывы наверное одинаковые, равно как и нет одинаковых людей и одинаковых мнений, бывают отзывы наверняка еще и критичные, а вот к критичным отзывам как относятся авторы? У нас пока не поступало критичных отзывов, да, там были некоторые как бы в самом отзыве были некоторые предложения, которые говорили о том, что я бы изменила или возможно было бы изменить тот или иной фрагмент, но авторы, как многие как бы читатели сами же, да, они говорят, что так герой, допустим, себя повел, вот Наталья Мамлеева рассказывала, что все, как бы ее сюжет диктуют именно герои ее произведения, они поворачивают сюжет, у каждого по-разному. хорошо, вот вы сказали, что конкурс реализуется с марта месяца, есть ли уже какая-то общая картина, и расскажите, пожалуйста, о перспективах все-таки этого проекта, вот то есть он прошел и про него забыли, либо все-таки плоды определенные он приносит, конечно же, в первую очередь для читательской аудитории, для читателей. Да, конечно, сейчас у нас поступило на конкурс 62 заявки из разных регионов России, и что хочется отметить в качестве его продвижения этого проекта, как я уже говорила, это своеобразная площадка, а потом это замечательный способ научиться читать художественные произведения именно как с точки зрения искусства, а не как просто источник информации, получения информации, жил, был, прожил такой-то внешности и запомнить все эти, и потом фэнтези читая, мы как бы немножко отрешаемся от всяких своих житейских и бытовых проблем, что тоже очень важно и легко. Читайте фэнтези, а то вообще разучимся читать художественную литературу. А вы сами читаете, любите фэнтези? Да, я очень люблю фэнтези, мне нравятся определенные авторы, конечно же, но вот я сейчас познакомилась с Алексеем Ивановым, хоть он и не считает свои произведения в жанре фэнтези, вот его, например, «Золото бунта», его произведение меня буквально потрясло, это такое, можно сказать, историческое фэнтези, но о том периоде, это Урал, и о том периоде, что там было, мы плохо знаем, и интересно было бы посмотреть именно с его точки зрения. Но вот все-таки, если дословно перевести фразу фэнтези, фантастика, это вот, ну, наверное, какой-то, если можно сказать, такой реалистичный, тяжелый жанр, фэнтези более легкий, но все-таки вы сказали, что основные идеи книг, они все-таки основаны на реальных событиях, либо это в любом случае все вымышленное. По-разному авторов бывает, совершенно по-разному, может быть, в сюжете лежит и что-то непосредственно реальное, как если мы берем историческое фэнтези, и в то же время мы можем взять про попаданцев, которые попадают в совершенно нереальные для нас миры, или само это попадание для нас нереально. Все очень относительно. Ну что же, сегодня вы не принесли книги к прочтению, к рекомендованному прочтению вами, но тем не менее, я знаю, что у вас есть всегда что порекомендовать почитать, какие произведения в последнее время вас потрясли и какие бы вы хотели посоветовать нашим читателям и нашим зрителям? Конечно же, как я уже сказала, это Алексей Иванов «Золото бунта», пожалуйста, читайте, также это книги Вишневского, там «Пятитомник», идет «Гори», «Жара», «Огонь» и так далее, все сразу не перечислю, но это то, что относится именно к жанру и к стилю фэнтези. Читайте Тарковского, он всегда будет актуален, его «Замороженное время», это замечательный сборник рассказов, они достаточно короткие, но настолько бытийные, что буквально погружаешься в них и сопереживаешь их герою, и что-то в себе такое щелкает, меняется, и ты, закрывая книгу, понимаешь, что вот оно, это озарение произошло. Ну вот «Замороженное время» у меня даже на слуху, вы все время говорите об этом произведении, а что-то еще Тарковского можете посоветовать почитать? «Тойота Креста», пожалуйста, тоже замечательный его роман, это единственный роман у него написанный. Также меня очень сильно потрясло его три урока эссе, в которых он рассказывал как раз о своем впечатлении, о своих переживаниях, что эти три урока ему непосредственно преподнесла бабушка, и эти три уроки заключаются в художественной литературе, в природе и в религии. Спасибо вам большое, Инна Александровна, за, как всегда, очень интересную, познавательную беседу. Взаимно. Благодарю. Спасибо. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. А ваша, какая любимая книга. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова